Анатолий Демьянович, поздравляем вас от чистого сердца с тем, что вы стали почетным донором. Вы дошли до этой цели, вы помогли очень многим людям. Спасибо, поздравляем. Анатолий Буток впервые сдал кровь после армии. Тогда и узнал, какая это большая ответственность иметь четвертую группу. С тех пор, вот уже почти 30 лет, он всегда на связи с врачами. В основном вызывают с этой группой. Приходили, как говорится, как должные, все это, как на работу. Вообще-то больших заслуг не ощущаем, как бы это все естественно. Ну, конечно, приятно помогать людям, осознавая, что вот эта частичка нашей крови попадет к какому-то больному и спасет ему жизнь. На счету Анатолия десятки спасенных жизней, людей, которых он никогда не видел и не знал их имен. Новая акция «Кровь во имя жизни» позволила обычной медицинской процедуре по сбору биоматериала превратиться в настоящее донорство тепла и добра. Вот если хотите, можете выбрать открытку, которая вам больше нравится, которая соответствует вашему внутреннему мироощущению, и подарить вместе со своей донорской кровью людям добрые слова. Ну, об этом даже не думал. Ну, конечно, конечно, что можно пожелать больному человеку? Только здоровья. Частичкой нашей крови, нашей помощи. Глава станции скорой медицинской помощи Алексей Иванов тоже из Старой Гвардии. Он свой значок получил уже давно, но не прекращает приходить в отделение переливания крови как на работу. Когда долго не берут кровь, есть какая-то зависимость такая, знаете, уже чего-то не хватает, и поэтому сюда идёшь уже с таким этим чувством, что надо. С этим живёшь, и ты знаешь, что ты принадлежишь почётным донорам, людям, которые спасают своими действиями человеческой жизни. Поэтому это очень приятно. У Алексея особая длительная процедура, ставшая возможной благодаря высоким технологиям. Тромбоциты ФРС, когда специальный аппарат изолированно проводит забор клеток, отвечающих за свёртывание крови, тромбоцитов. Такие компоненты хранятся всего пять дней, и эти клетки уже ждёт пациент с онкологическим заболеванием. В наше нелёгкое время в связи с ковидом потребность в компонентах крови увеличилась ещё больше. Нам очень сложно бывает вызывать доноров, потому что в базе данных их мало. Поэтому мы бы очень рады были бы тому, чтобы молодёжь приходила, новые доноры, новая, молодая кровь. Всего в базе данных отделения порядка 10 тысяч человек. Из них 326 почётных доноров. Это те, на ком сегодня держится служба. Мужчины могут заслужить звание почётного донора в течение 8 лет, так как для них установлена норма донации до 5 раз в год, женщины с нормой 4 раза в год в течение 10 лет. Помимо почёта и уважения помощникам врачей и государствам установлена ежегодная выплата в размере 15 тысяч рублей, а также дополнительный пакет льгот.